В Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете на сегодняшний день обучается 32 студента из Абхазии. Все они изучают разные дисциплины, а по окончанию университета планируют вернуться на родину и работать здесь. Так, например, Нестор Смыр поступил в МАДИ в этом году по направлению таможенная логистика. «Хочу выучиться на достойном уровне, чтобы в будущем использовать свои знания здесь», – говорит Нестор. «Перед тем, как закончить школу, мне поступила такая информация, что МАДИ проводит конкурс, по которому можно получить обучение и обучаться в городе Москва. Я решил воспользоваться этим моментом и выбрал направление таможенной логистикой. Благодаря тем знаниям, которые меня обложили мои педагоги, это педагоги Новоафонской средней школы, я смог успешно написать этот экзамен на 92 балла. И благодаря этому я смог поступить. Выбор моей профессии, если честно, был не спонтанный, поскольку мне всегда было интересно это направление именно таможни, что, собственно, и привело меня к выбору такой профессии. Заниматься я буду, работая на границе, то есть это различные пути транспортные, железные и так далее». «Что ты будешь делать?» «Ну, буду проверять, как проходит контроль на границе и все в этом плане». Для того, чтобы объединить уроженцев страны, живущих за ее пределами, 15 октября 2021 года начало свою деятельность Абхазское землячество в МАДИ. «Мы первое Абхазское землячество в МАДИ спустя 22 года. И мы являемся первым большим потоком 12 человек. И в этом году наши ряды пополнились. Еще поступили 19 человек по конкурсу «Все дороги ведут в МАДИ» при поддержке Министерства просвещения и звуковой политики. И также по Роспрудничеству еще 4 человека». Встреча с министром просвещения языковой политики Абхазии на Аламгабле была организована для того, чтобы поделиться своими достижениями, рассказать о том, что было сделано за год и что планируется, отмечает Сандро Делба. «Мы успели провести множество мероприятий. Самым масштабным был месяц Абхазии в МАДИ. В неделю два раза мы показывали фильмы на абхазском языке, рассказывали традиции Абхазии, показывали поэтов наших, рассказывали им стихи, предоставляли им на абхазском языке книги абхазских авторов. Также мы встречались с мэром заместителя Москвы, который нам передал книгу «Молодежь Москвы». Абхазское землячество МАДИ выиграли 15 миллионов грант, которым мы подали в Росмолодежь на международный образовательный форум в МАДИ. «Что это дает?» «Это дает студентам страны СНГ технических специальностей приезжать на территорию Москвы в высшее учебное заведение МАДИ, где будет проходить повышение квалификации по своей специальности, которую они будут выбирать сами». После того, как был представлен календарный план работ, который был выполнен в течение года абхазским землячеством в МАДИ, студенты перешли к обсуждению волнующих их вопросов. Каждый высказывал свое мнение по той или иной теме. Беседа получилась живой и активной. «Вы выбрали, если ученики после 9 класса, как было ранее, насколько я знаю, выбирали свои профильные предметы и занимались только по ним, 10-11 класса?» «Пред этим уже работаем. Соответственно, мы планируем открыть профильный медицинский класс. Для этого мы ездили несколько раз в Москву, чтобы завести современное оборудование и дать возможности детям, которые хотят поступать в медвузы, возможности изучать на самом современнейшем оборудовании, основы анатомии и медицинских наук. Поэтому это абсолютно правильный подход, чтобы ребенок действительно, выпускник школы, уже к 11 классу был подготовлен по своей специальности. Это может быть гуманитарное направление, техническое направление. Вот в плане вашего опыта мне хотелось бы, чтобы вы как раз были более подготовлены к учебе в меди, потому что наши студенты сталкиваются с серьезными иногда проблемами в изучении сопромата, например, физики или высшей математики и других предметов. Соответственно, если в школе была бы подготовка более серьезная, при поступлении на технические специальности, было бы легче учиться. Поэтому вопрос актуальный, мы над ним активно работаем и, я надеюсь, в ближайшее время у нас же будет ряд профилей запущенных. В ходе встречи было сказано, что студенты после окончания российских вузов не хотят возвращаться в свою страну, поскольку не видят перспектив. Чем больше у нас будет патриотов, чем больше у нас будет людей, которые действительно любят свою родину, тем лучше у нас будет экономика. Вот если, скажем, вы поехали учиться и вы не вернулись, грош вам цена как патриотам. И то, что вы говорите, что вы не нашли работу, здесь нет условий, это всего лишь отговорки. Как раз такие люди, как вы, должны создавать эту экономику. Мы уже ведем эту работу с различными организациями, такими как Черномор Энерго, Абхаза Автодор, чтобы мы вас брали на практику и уже готовили вам это рабочее место. С министром здравоохранения мы это обсуждали. То есть все условия должны быть такие, чтобы вы и так хотели бы вернуться, вы не видели другого куча. Сейчас у вас есть выбор, устроиться в Москве, в другом городе, в Сочи, где больше заработной платы или условия труда. Это, конечно, все же есть, конкуренция существует, но мы рассчитываем на вашу любовь к родине в первую очередь. Сотрудничество вузов, проблемы языка и многие другие вопросы обсудили на встрече с министром просвещения и языковой политики Иналом Габля студенты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.